Подопечные Республиканской Федерации Спортивной Аэробики разыграли награды чемпионата, первенств Чуваши и межрегионального турнира. Кто стал хедлайнером? Состязание расскажет наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Для аэробных гимнастов Республики соревнования стали генеральной репетицией. Стартующего через 12 дней в Чебоксарах чемпионата первенства Приволжского федерального округа. У мужчин в сольной программе в борьбе за верхнюю ступень педестала почета подтвердил свой класс. 28-летний мастер спорта страны международного класса Алексей Германов. Высокая конкуренция в индивидуальных выступлениях не помешала мужскому трио, в который помимо чемпиона вошли мастера спорта России Никита Васильев и Артем Васильев завоевают золото республиканской пробы. А ведь согласно регламенту представительницы прекрасной половины смешанной составы выступающей в этой номинации имеют гандикап. Девочки еще дают им фору. Почему? Потому что у них коэффициент сложности делится на 1,7, а у мужчин на 2 балла. Поэтому мужчинам надо очень постараться, чтобы обыграть девчонок. Подопечные президента, главного тренера Республиканской Федерации спортивной аэробики Оксаны Дьячук не подвели своего наставника. Без огрехов, заметных, наверное, только глазу специалистов, выступление не обошлось. Но судейская бригада все же сделала свой выбор в пользу мужчин. Их преимущество над женским трио Александра Архипова, Татьяна Ефимова и Екатерина Титова составило 0,3 балла. Но этого хватило, чтобы обойти своих соперниц, сумевших днем ранее отобрать у коллег-мужчин титулы чемпионов столицы Чувашия. Программа была сделана совсем недавно. Мы тренировали стативник сборов, придумывали пирамиды. Оксана Сергеевна нам продумывала всю тематику. Есть определенные какие-то проблемы и поставлены какие-то задачи, которые должны мы сделать и решить. Те ошибки, которые есть на данный момент, мы будем все вместе исправлять и настраиваться только на победу. На исправление ошибок у Алексея и его партнеров по сборной республике остается меньше двух недель. Чемпионаты Перенцепривозского федерального округа стартуют в Чебоксарах уже 9 марта. И надеемся, хозяева подтвердят статус лидеров спортивной аэробики России. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.